Когда мы снимали выпуск про Северную столицу, в комментариях спросили, а будут ли выездные съемки на природу? На шашлыки, например. Шашлыков, конечно, не обещаю, но тем не менее, будут крепости, будут соборы и будут реки и озера. Позади меня Вокса. Справа от меня находятся Лосевские пороги. Место очень живописное, но популярное оно в основном среди любителей экстремального вида спорта. Я не экстремал, а вот фотографировать люблю. Давайте поснимаем. Комплектик имеется. Искусственный Лосевский порог находится на левом берегу реки Вокса, в северо-восточной части Карельского перешейка, одной из самых живописных ландшафтных районов Ленинградской области. Лосевский порог по мощности и скорости своего потока, высоте водяных валов и силе водоворотов не уступает порогам таких могучих сибирских рек, как Енисей и Катунь. У меня нету ND-фильтра, точнее, в машине и резьбой не подходит, к сожалению, к этим объективам по диаметру. Но я хочу размыть воду, но здесь есть режим Hi-Res. То есть несколько кадров склеиваются, высокое разрешение, но при этом, если динамика какая-то происходит, получается размытие. Вот таким образом я получу сейчас гладкую воду. Вот я хитрец. По этой камере я сделаю отдельный обзор, более подробный, по некоторым фишкам, которые в ней есть. Потому что общий обзор у нас уже есть на канале, а здесь будет дополнительный, по конкретным каким-то деталям. А этот выпуск можно считать, ну, как дополнением некоторым. И демонстрацией фотографий. Почему нет? Мы находимся возле крепости Карелла. Неподалеку от места, где Вокса впадает Ладожское озеро. Здоровенное Ладожское озеро. Ну, а мы сейчас будем смотреть крепость и фотографировать все, что нам понравится. Пошли. Крепость Карелла является объектом культурного наследия федерального значения. Построена новгородцами в 1310 году на Замковом острове. В 16-17 веках шведы перестроили укрепления по бастионной системе. Облицевали земляные валы гранитом. Возвели на территории крепости каменные сооружения круглой башни, второго арсенала и погреба. Слушай, прям красиво, мне нравится. Очень красиво. Придется очки снять, правда. Конечно же, в очках фотографировать не камильфо. А, погодите, стой, что я? Я буду в очках фотографировать через экранчик. Знаете, как настоящий туристер. В 18 веке в Суворовское время было построено здание нового арсенала, где с 1962 года размещается музей. Музейный крепостной комплекс включает в себя здание с постоянно действующей экспозицией краеведческого характера. Большой выставочный зал для демонстрации временных выставок, сувенирный магазин и не только. Сразу хочу отметить, что это очень ухоженное место. Постриженная трава, да и вся атмосфера очень благоприятная. Поэтому приезжайте, отдыхайте, фотографируйте. Рекомендую. Если проехать немного дальше от крепости, то вы можете наткнуться на лютеранскую церковь. В городе Приозерске. Данная церковь строилась в 1928-1930 годах по проекту финского архитектора Армаса Лингрена. Стиль финский национальный романтизм. Долгие годы здесь находился дом культуры. В 2002 году в здании случился пожар. На сегодняшний день храм снаружи отреставрирован, но для посещения закрыт. А сейчас мы посетим одно интересное место. Приозерске, которое как минимум красивое. Это уже причина. Буквально в километре от главной площади Приозерска располагается еще одно интересное место, которое стоит посетить. Это центральная усадьба Приозерского подводя в Аламском монастыре. Я сейчас сначала поснимаю на объектив Фишай, а потом надену 12-40. Это универсальный объектив Фотолимпус 2,8. Я с ним очень давно работал. Он самый что ни на есть полезный. На территории усадьбы два храма. Оба действующие. Один из них внушительных размеров – это современный храм Рождества Христова. Вторая – изящная старинная церковь. Очень необычно украшенная деревянным декором. Лютеранская кирха есть не только в Приозерске, но еще в поселке Мельниково. Вот она. Главная достопримечательность Мельниково – старинная лютеранская церковь, построенная более чем 100 лет назад, в 1912 году. Кирха в Мельниково построена в стиле финский национальный романтизм – северный модерн. Находится в хорошем состоянии, периодически проводятся лютеранские богослужения, так что всем любителям архитектуры, безусловно, будет интересно посмотреть на эту жемчужину Карельского перешейка. В процессе просмотра этого видео я уверен, что у кого-то мог возникнуть вопрос – почему он в шарфике? Поясняю. Это лучшая ветрозащита, как для моей шеи, так и для петлички. Обратите внимание, вот таких звуков как… Вы не услышите ни в одном шоу «Турист-Оптимист». Сейчас я взял 12-40 объектив, поскольку, в принципе, этих фокусных расстояний хватит на все, что я хотел в данном случае. Здесь нет, скажем так, интересных крупных деталей, на которые хотелось бы заострить внимание. Поэтому снимаем только общие планы, всю кирху, с разных углов и будем смотреть, с какой позиции она выглядит наиболее интересно. Ох, ноги мои, ноги. Сейчас станем. Ух, хорошо. А сейчас мы находимся возле Андреевской церкви. Она же церковь Андрея Первозванного. Думаю, не стоит объяснять, почему мы сюда приехали. Ну, посмотрите. Вроде церковь новая, но посмотреть ее приезжают многие. Это единственный в своем роде храм, благодаря своей уникальности, попавшей уже в Книгу рекордов Гиннесса. Я сейчас буду снимать на широкоугольный объектив, опять же, фишай 8 мм, и возьму супер телезум 40-150 мм. Потому что туда мы никак не доберемся, мост закрыт, поэтому нам придется работать длиннофокусным объективом. Попробуем? Попробуем. Наверняка у вас возник вопрос, зачем я взял штатив и растопырил его. Для того, чтобы снять длинную выдержку. Сделал снимок с длинной выдержкой. Для этого мне понравился штатив Vanguard и я возьму еще ND-фильтр. Правда, он не подходит по размеру резьбы ни к одному объективу, поэтому я просто его буду прислонять и надеяться на свою твердую руку. Тут 62, здесь 72, но никак я не навинчу. Конечно, на суперзуме, где 40-150 миллиметров, там тоже 72 миллиметра резьба, но мне не подходит фокусное расстояние, к сожалению. Поэтому я взял 12.40 и сейчас буду колдовать. Пытаться, по крайней мере. Может получится, может нет, я не знаю. Ничего не гарантирую. Это полярик. И опять нужно мешать к машине в третий раз. Черт. Черт. О, а я знаю, что я сделаю. Юра, ну-ка, иди-ка сюда. А сейчас отвинтим у тебя ND-фильтр. И, Сось, сделай выдержку очень страшную. Выдержку закроешь, оп-оп, все трясется. Вот вы понимаете, на что мы снимаем. Да? Вот. Вот так вот. Эх, не получается размытие все равно настолько. И, Сось, сделай выдержку. Итак, друзья, это был наш пятый выпуск из серии Турист-Оптимист. Надеюсь, вам было интересно. Лично я доволен поиской. По традиции поставьте лайк за старание, колокольчик нажмите, рекомендуйте его своим друзьям. Не колокольчик, конечно же, канал. И до встречи в следующих выпусках. Они будут очень скоро. А я найду где перекусить. Проголодался. Крепостей много, но вот это из всех, что мы были, самое ухоженное. Ну, еще и лето, конечно. Но смотрите, как чистенько. Просто. Чистота. Я по скошенной траве хожу. Я в восторге. Не знаю даже. Вот хочется просто лечь и отдыхать. Вот не хочу я фотографировать. Чего я должен работать сутками? Сутками, селезнями. У меня есть еще помощник. Иди-ка сюда, мой помощник. Дай-ка мне сумочку с моими объективчиками. Вы не увидите помощника, но увидите, как он небрежно подает мне сумку. Лютеранская кирха и церковь Троицы Живоначальной в Мельникове. Очень короткое название. Лютеранская кир... Кирха. 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 Я тренировался. Кирха. 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 К